Всем привет, с вами снова Интар и нет вы не угадали, сегодня не будет никаких обзоров баттл репортов, сегодня я хотел бы поговорить с вами о хоббийной части Warhammer 40000, именно поэтому вы наблюдаете меня не позади светлого фона как обычно, а за моим рабочим местом, где я монтирую свои видео и крашу свои миниатюры. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о игровом покрасе, именно так как я его себе представляю. Дело в том, что помимо хорошо открашенных миниатюр, которые не стыдно поставить на стол на каком-либо турнире, у меня имеется достаточное количество миниатюр, которые находятся в незавершенном состоянии, то есть они могут быть собраны, загрунтованы, либо просто задуты в три цвета, чтобы можно было их на какие-то турниры поставить, где требуется минимальный покрас. Все это происходит зачастую из-за того, что у меня нету много времени, чтобы именно заниматься покрасом, так как я все-таки днем работаю, и только где-то по вечерам, придя с работы, могу уделить 2-3 часа на покрас. И в связи с тем, что я часто пытаюсь тестировать какие-то новые юниты, у меня приходят какие-то идеи по созданию новых растеров, я беру миниатюры, быстренько их собираю, где-нибудь там тестирую, либо потом у меня просто проходит запал, я понимаю, что я это делать не хочу, миниатюры откладываю на полку, беру другую. И таким образом у меня скапливается достаточно большое количество именно каких-то юнитов, которые находятся в незавершенном состоянии. И в данном видео я хочу попытаться сдвинуть данную ситуацию с мертвой точки и приглашаю вас принять в этом непосредственное участие. Я более чем уверен, что у многих из вас есть подобные незавершенные работы, и поэтому предлагаю вам вместе со мной принять участие в некоем челлендже. То есть мы с вами каждый берем по одному незавершенному юниту, и в течение 10 дней приводим его в состояние хорошей игровой миниатюры. Естественно, любой труд должен быть как-то вознагражден, и поэтому по результатам данного челленджа будет отобрано 3 участника, которые получат месячную подписку на премиум канал The False Emperor. Но это еще не все. Спейсман тоже решил поддержать данный проект, и поэтому лучшему из лучших он подарит годовую подписку на премиум канал. Оценкой работ будет заниматься Саня, и итоги подведет Спейсман на одном из своих лайв-стримов. Чтобы принять участие в челлендже, вам нужно всего-навсего прислать на этот почтовый ящик письмо с заголовком «Челлендж принят», к которому приложить фотографии своих миниатюр того состояния, в котором вы начинаете их доделывать, и какие-то свои контактные данные, там фамилия, имя, либо просто ссылку на страничку ВКонтакте, чтобы потом вас можно было как-то идентифицировать при подведении итогов. Для участия в челлендже допускается любой юнит из линейки Вархаймер 40 тысяч, состоящий минимум из трех миниатюр, то бишь никакой техники, никаких HQ. Для этого мы, возможно, потом проведем отдельный челлендж. Срок проведения челленджа у нас 10 дней, потому что, как я уже говорил, я в нем работаю и могу только по 2-3 часа в день уделять на покрас. Поэтому мы берем срок с запасом. Сегодня у нас 23 июля, я доснимаю это видео, делаю быстро монтаж, отправляю на рендер, и, надеюсь, завтра с утра Спейсмену передам уже готовое видео, чтобы он заливал себе на YouTube. То есть где-то днем, либо вечером вы должны будете увидеть это видео, и, в принципе, можете принять участие в данном челлендже. Фотографии итогов ваших работ я буду ждать до 23.00 2 августа, после чего буду готовить уже итоговое видео, где разберу какие-то ваши работы, подведу итоги того, что сделал я, и после чего передам уже фотографии Сане, чтобы он мог произвести оценку ваших работ. А теперь давайте посмотрим то, над чем буду работать я. Ну и давайте рассмотрим, над чем мы будем сегодня работать. Перед вами Центурион Девастаторы, которые выражены ласками и штормболтерами. Как вы видите, это пример у нас типичного покраса в три цвета, ну, либо же, как это любят говорить, спортивный покрас. То бишь, у нас здесь основной Horn Red, он пролит луноилом, сделаны в моей цветовой схеме светлые плечи, и плюс еще подведена какая-то основа под золото дальнейшее. Плюс черное покрашено с оружием, какие-то провода и немножечко металлика, чтобы отобразить у нас ласки. При этом также у нас здесь покрашена база, но без какой-либо дополнительной текстуры. В принципе, очень, как бы, такая простая модель. Она отвечает букве закона покраса о трех цветах, но это и все. Тем более, что она у нас даже до конца не собрана, потому что здесь вот нету переднего щитка, нету заднего щитка и нету вот здесь вот таких вот поршней, которые должны быть. Они у меня вот отдельно здесь вот задний щиток, поршни эти и передние щитки тоже есть. Вот. Они у меня, как бы, сейчас находятся в разобранном состоянии по одной простой причине. То, что когда я красил предыдущий такой юнит, я с этим делом немножко намучился, потому что там неудобно подлезать во все эти там места, куда-то вот здесь вот это все, это вот прокрашивать, вот здесь они у меня вот есть. Ну, я сейчас их это, когда буду красить, тоже отдеру, вот, потому что там подлезать кисточкой не очень удобно. Соответственно, миниатюры требуют также еще дополнительной сборки. Вот. Что у нас будет являться именно непосредственно итальяном? Ну, ну, как я сказал, у меня уже есть собранные миниатюры. Это тоже Центурион Девастатор, только вооруженный Граф Кэнонами и ракетами. Проблема у этих миниатюр в том, что когда я их купил, а это было еще, дай бог памяти, в 13-м году, когда у нас выходил кодекс спейсмаринов 6-й редакции, как раз тогда появились данные миниатюры, я сразу собрал их все на клее, не стал делать никакой магнетизации, и теперь у меня вот эти гравики, они, в принципе, есть их, можно было бы, наверное, отломать, поставить сюда там ласки, либо сделать там магнетизацию уже, чтобы в дальнейшем менять оружие. Но проблема как раз-таки здесь вот именно с этими ракетами, потому что ракеты сами эти и болтеры, там, и ассолты эти гранаты, они вставляются туда глубоко, и сейчас как-то их выковырять оттуда, это очень проблематично, то бишь мне надо, не знаю, там, ломать модель, ну, скорее всего, я просто ее испорчу, и в дальнейшем, ну, будет проблематично ее как-то использовать в таком раскуроченном виде. Поэтому я решил оставить это все как есть, вот, и собирать уже новый юнит, который будет полностью магнетизирован. Этот юнит я коробку с этими пацанами купил года, наверное, два назад, когда был переход с шестой на седьмую редакцию, тогда я, по-моему, пытался собрать драйго-бомбу, но бомбу я так и не собрал, там покрасил драйго, попытался этим играть, мне не понравился, я просто на это забил, и девастатор у меня вот эти вот постояли без дела, там, целую редакцию. Вот, но, как бы, помятуя о тех ошибках, которые я допустил с этими ребятами, здесь я уже, как бы, болтеры собрал на магнитах, как вы можете видеть, здесь вот есть небольшие такие магнитики, вот, и здесь тоже, в принципе, в дальнейшем можно будет сюда устанавливать и ракеты, они у меня вот для этого парня именно уже готовы, для этих еще не готовы. Но ласки вот у этого приклеены, и, по-моему, вот этого я уже, да, провел магнитизацию, как вы вот видите, здесь трехмиллиметровый магнит установлен, который позволяет, ну, достаточно надежно, чтобы достаточно надежно держалось это оружие и никуда не отваливалось, то бишь, у этого парня также болтеры намагнечены, как вы видите, вот, и, в принципе, он у меня готов к покраске. То есть мне нужно здесь и здесь будет еще дополнительно замагнеть основное оружие, вот, чтобы в дальнейшем я мог его как-то менять, и мы сможем начать их после этого красить, после того, как завершим здесь магнитизацию. Какие у нас будут предъявляться, вернее, какие я буду предъявлять лично для себя в требовании к покрасу? То есть у нас здесь должен быть нанесен основной цвет, пролит, и сделано как минимум одно высветление, но лично я делаю два высветления. То есть у меня здесь основа corn red, проливаю на луну, дополнительно высветляю еще раз corn red, и потом делаю микс один к одному corn red и mephistone red, плюс добавляю туда еще медиум, чтобы были более плавные переходы. Данную, как бы, раскраску я посмотрел на YouTube в одном из видео, в принципе, вы сюда можете это найти, видео, как красить кровавых воронов. Вот, соответственно, все детали у нас также должны быть выделены, то, что у нас золотое должно быть золотым, отдельно там печати чистоты должны выглядеть именно как печати чистоты, какие-то свиточки на нем, ракеты отдельно покрашены, вот, какие-то там гофры, металлические детали также должны быть отдельно выделены, оружие, если оно у нас красится в черное, также должны грани выделяться, иначе, в принципе, это, можно сказать, что какой-то недокрас, потому что, вроде бы, как, похоже на грунт, хотя я, на самом деле, крашу Space Marine от белого грунта, вот, потому что мне нужна более яркая, я использую более яркую, потому что, если я красила черного, они были бы более темными у меня, вот, соответственно, также желательно нанести какие-то декали, это самые надписи вот небольшие, там, free hand делаю, кстати, я делаю это обычным маркером, специально для этого купил, вот такой вот маркер, Micron, вот, 005, вот, очень удобно писать, единственное, что, здесь вот такой тоненький, очень тоненький гриф, единственное, что, когда вот вы пишете, потом желательно, там, несколько часов не прикасаться к этой поверхности, потому что он долго сохнет, вот, но после чего он, в принципе, нормально держится, у меня, как бы, кисточкой не очень хорошо получается, но я не пробовал, я сразу видел, когда начинал работать, то, что не получится мне так сделать, вот, но, увидел в одном из видео, как красит это дело, вот, подобной ручкой, и решил попробовать, мне понравилось, в принципе, достаточно неплохо получается делать такие вот free hand, не надо, как бы, там, морочиться, подбирать именно состав краски, чтобы она там не растекалась, а вот, наносится очень, достаточно легко, вот, также у нас, обязательным требованием является то, что должна быть оформлена база, то есть, там, посыпано какими-то камушками, покрашено это, и там еще должна быть какая-то травка, так, мне кажется, будет более симпатично, вот, и, как бы, наша основная задача, превратить миниатюру из вот такого непотребца, потому что вот это, на самом деле, по моему личному мнению, это не покрас, это просто халтур, игровая миниатюра должна выглядеть вот таким образом, ну, опять же, это, лично мое мнение, вот, в принципе, в таком виде она смотрится достаточно неплохо на столе, это, конечно, не какая-то там художка, вот, но это, по моему мнению, хорошая игровая миниатюра, вот, соответственно, сначала мы проведем домагнетизацию, и после чего приступим к покрасу, на все это дело у нас есть 10 дней, надеюсь, что я все-таки дело это успею выполнить, потому что все-таки хотелось, чтобы данный дештальт у меня был закрыт, вот, миниатюры, скорее всего, идут на полку, будут там стоять, не уверен, что я буду ими играть, но подождем сейчас, когда выйдет кодекс Space Marine, восьмой редакции, может быть, что-то получится из этого нормальное, покурить, придумать, как это сможет заиграть, посмотрим, в общем, начинаем, завтра покрас, вот, жду ваших работ на почту, присылайте, будем вместе приводить свои миниатюры в порядок, всем спасибо за просмотр и до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok